Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Темп жизни современного человека возрастает с каждым днем, при этом в сутках по-прежнему остается всего 24 часа. И вот здесь нам на помощь приходят современные технологии, позволяющие управлять различными процессами вне зависимости от Вашего местонахождения. Сегодня хотим поговорить о метеоприборе, при помощи которого можно проводить удаленные метеорологические наблюдения из любой точки земного шара. Одно условие, необходим доступ к сети интернет. Знакомимся, метеокомплекс для смартфона TFA Weather Hub. Метеокомплекс поставляется в красочной картонной коробке. По бокам изображены входящие в состав комплекса элементы, скриншоты экрана смартфона с изображениями страниц программного обеспечения. В комплект поставки входит интернет-шлюз, адаптер питания, патч-корд для подключения шлюза к сети интернет, датчик температуры и влажности, ведерко-измеритель осадков, анимометр с флюгером, кронштейн для его установки и сам крепеж, а также карточки с QR-кодами, которые необходимо будет сканировать при помощи камеры мобильного устройства для инициализации датчиков. Датчик температуры и влажности оборудован жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются температура и влажность в точке расположения датчика. С обратной стороны расположен отсек для установки двух батареек типа размера АА. При помощи специального крепления датчик может быть закреплен на вертикальной поверхности. Измеритель осадков представляет собой довольно большую емкость. Внутри расположено специальное коромысло. Его необходимо освободить от транспортировочного ограничителя. В нижней части корпуса расположен отсек для установки элементов питания. Посредством специальных отверстий датчик крепится на горизонтальной поверхности. Поверхность должна быть как можно ровнее. Датчик направления и скорости ветра имеет встроенный аккумулятор, который заряжается от встроенной солнечной батареи. Чтобы привести датчик в рабочее состояние, необходимо удалить наклейку, закрывающую солнечную батарею, и нажать специальную кнопку при помощи, например, канцелярской скрепки. Следует напомнить, что датчик направления и скорости ветра необходимо устанавливать на открытой местности, где нет препятствий для свободного перемещения воздушных потоков. Иначе его показания не будут корректными. Для крепления этого датчика в комплекте имеется весь необходимый крепеж. Метеокомплекс допускает подключение до 50 различных датчиков. Причем тип датчика значения не имеет. Это может быть или 50 термогигродатчиков, или 50 анимометров и так далее. Главное, чтобы общее число не превышало 50. Одной из особенностей этого комплекса является отсутствие классического базового блока с экраном, на котором отображаются результаты измерения датчиков. В данном случае его заменяет ваш смартфон или другое мобильное устройство, имеющее выход в сеть интернет. Посредством интернет-шлюза данные от датчиков сохраняются в облачном хранилище информации. Доступ к хранилищу осуществляется при помощи мобильного приложения Weather Hub, которое необходимо установить на смартфон, айфон или другое мобильное устройство, работающее под управлением соответствующей операционной системы и способное подключаться к сети интернет. Запуск метеокомплекса выполняется достаточно просто. Подключаем интернет-шлюз к сети интернет и подаем на него питание посредством сетевого адаптера. Запускаем мобильное приложение и при помощи карточки с QR-кодом инициализируем шлюз. После успешной инициализации метеостанции поочередно подключаются внешние датчики. Подключение и настройку параметров рассмотрим на примере датчика температуры и влажности. Нажимаем кнопку Add New Sensor. Запускается камера мобильного устройства для сканирования QR-кода. После успешного сканирования QR-кода датчик появился в списке. Каждому датчику можно дать описание, например, по месту расположения, улица, теплица 1 и так далее. Тут же можно посмотреть историю за текущие сутки, просто выполнив прокрутку экрана. Нажав кнопку History, можно выбрать и посмотреть историю измерений за интересующую нас дату. Результат измерения для каждого параметра сохраняется и далее хранится на сервере. В общей сложности на сервере хранится история за последние девяносто дней. Для каждого показателя можно задать граничные значения. Например, нажав на поле температура, мы переходим в окно настройки оповещений. Зададим значение максимальной и минимальной температуры. Теперь при ее выходе за указанные значения приложение будет подавать соответствующее оповещение. Таким образом можно удаленно контролировать температуру в теплице или в другом интересующем нас месте. Аналогичным образом подключаются и другие датчики. Датчик направления и скорости ветра, уровня осадков и т.д. Подводя итог, можно сказать, что метеокомплекс TFA Weather Hub это несколько больше, чем обыкновенная бытовая метеостанция. Отсутствие базового блока с экраном ни в коем случае нельзя считать недостатком. Вряд ли было бы удобно просматривать информацию на стационарном экране, прокручивая длинный список результатов измерения при помощи кнопок. Напомним, что допускается подключение 50 датчиков. Именно это и есть одним из основных достоинств этой модели. Если Вы ведете приусадебное или тепличное хозяйство, то возможность подключения большого количества датчиков и удобство от удаленного контроля той же температуры или влажности почувствуется сразу. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп, до скорой встречи в нашем магазине.